Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Здравствуйте! В эфире телеканал РЕН-ТВ. Новости Анапы. Регион. Студия Ирина Меркурьева. И смотрите сегодня выпуски. Помним и гордимся. Анапчане установили памятную доску краеведу и врачу Леониду Баклыкову. Строительство коллектора на финишной прямой. В школу с ветерком. Вчера на Керченской переправе приостановили работу паромов. Во время шторма затонул катер. Члены экипажу пропали без вести. Сегодня утром водное сообщение вновь открыто. Но синоптики прогнозируют ухудшение погоды и силы ветра до 21 метров в секунду. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев представит экспозицию Краснодарского края на российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая сегодня стартовала в Москве. Общая площадь краевой экспозиции составит около 130 квадратных метров. В культурной части «Золотой осени» выступит художественный коллектив «Казачья вольница», сообщает пресс-служба губернатора Краснодарского края. И к местным новостям. Выдающемуся краеведу, почетному гражданину города-курорта Леониду Ивановичу Баклыкову в Анапе установили мемориальную доску. Единогласное решение об установке памятного знака было принято на заседании 80-й сессии Совета муниципального образования курорта 2-го созыва при поддержке главы города Сергея Сергеева. В этом доме номер 18 по улице Первомайской Леонида Ивановича до сих пор соседи вспоминают с теплотой. Именно в этом доме жил, трудился на благо людей и во славу любимого города известный краевед и врач. Он никогда не проходил мимо, не спросив, ну как дела, а чем занимаетесь, а что нового. Мы будем вспоминать о нем всегда. Мы будем подрастающим поколению ставить его в пример, учить жить, учить любить родной край. Леонид Иванович 30 лет проработал в санаторно-курортном комплексе нашего города и прилагал массу усилий для развития лечебной базы, реконструкции санаториев, маяк, БФО, внедрял новаторские методы оздоровления и лечения. Благодарные анапчане инициировали открытие мемориальной доски в память о земляке. С ним всегда было приятно общаться. Это обладал мудростью житейской, профессиональными высокими знаниями. Во время торжественной церемонии открытия памятной доски в адрес Леонида Баклыкова прозвучало много добрых и искренних слов. Депутаты, общественники, представители администрации курорта, соседи и друзья Леонида Ивановича в знак своей признательности за его многолетний труд оставили немало букетов у памятного знака. Жители Субсеха обратились к главе Анапы с просьбой обустроить в селе парк. Сергей Сергеев осмотрел участок на улице Горького и дал поручение проработать проект благоустройства территории. Вячеслав Стробыкин на приеме главы озвучил общее пожелание односельчан. В Субсехе очень нужен парк, отдыха и клуб. На месте снесенного ДК строить нельзя. Там обнаружено воинское захоронение, охранная зона. У нас есть парковая зона по генеральному плану, который нам показывали еще года 4 назад, я сейчас не помню точно. Парковая зона была на улице Горького, переулок улицы Горького и переулок Школьный. Там была Ореховая роща наша. Что на данный момент с этим участком, глава местный ответить не может. Там Ореховая роща она всю жизнь была. И как бы место рядом со школой, оно замечательное место в плане того, чтобы построить клуб и сделать какую-то парковую зону. Мы как жители готовы участвовать во всех начинаниях администрации, поддерживать ее. Но для нас это жизненно важно. Мэр Анапы вместе с городскими службами побывал на месте, где жители Субсеха хотят видеть парк. Население просит, чтобы на этом месте сделать дом культуры. Вот у нас школа. Через два дома у нас школа. Подождите, а земля сейчас... Поделенную зону, говорят. Наша, да, сколько ее? Вот это много, да? Да, ну много, Сергей Павлович. Вот мы вот так вот прошли. Вот это вот вся часть. По правилам землепользования застройки это РО «Зеленка». Это по генплану Орехового роща парк отдыха. Прям так и называется. Вот это вот вся территория. Сегодня начинаем. Застройка запрещена. То есть клубы здесь ничего такого нет. И нельзя построить, да. Вопрос со строительством клуба можно решить позже. Сейчас надо начать благоустройство участка, сделать планировку и выполнить гридирование. Посадить деревья. Ну давайте начнем так. Парк вот здесь сделаем, чтобы ни у кого не было мысли, что судом... Я не удивлюсь, если завтра я получу судебное решение передать Иванову Ивану Ивановичу для того-то, того-то. И будем мы потом судом бодаться. Давайте посадим здесь что-то. Давайте начнем благоустройство, разобьем, завезем количество грунта, которое нужно сегодня черноземно. И давай, сколько денег надо сегодня на начальные работы, Анжелика Наталья, и давай будем раздевать парк, с учетом мнения жителей. Пресечь попытки самовольного строительства – вот о чем идет речь. С 2012 года здесь уже стоят самострой ЖСК «Школьный». Судебная практика не стала оригинальной. Признали право собственности на дома, как всегда, забыв о коммуникациях. Поэтому если и строительство, то только клуба. Во время объезда субсеха Сергей Сергеев также осмотрел две новые детские площадки, монтаж которых завершается. Сделал несколько поручений службам, как благоустроить и обезопасить детскую территорию. Строительство канализационного коллектора вдоль Пионерского проспекта выходит на финишную прямую. К декабрю подрядчики планируют завершить все работы. С окончанием курортного сезона строительство важнейшего для Анапы инженерного объекта напорного канализационного коллектора возобновилось. За речкой Анапкой к Северному рынку на ЦНС прокладываем трубу и потом соединяемся в ЦНС к камере, которая находится на Северном рынке. И потом обратно выходим на Пионерский проспект, который остается у нас непроложенной трубой. На рынке Северном со стороны, примыкающей к центральной насосной станции, временно демонтируют торговые павильоны. Они стоят на пути подключения нового коллектора к ЦНС. После проведения всех работ павильоны вернут на место. Также идут с работы у нас по Пионерскому проспекту на камеры приключения, которые будут производиться в ход труб и выход также там с задвижками и с переключениями всеми. Планируем закончить в декабре месяце, проложить уже полностью коллекторы. Скажите, а вот эта вот камера, которую сейчас вы делаете на Пионерском проспекте, она потом будет какие-то неудобства доставлять жителям? Их там 7 штук камер. Они все, в принципе, будут на уровне земли. Они не будут стоять как дом, все будут на уровне земли лежать. Такой проект по объему инвестиций и своему стратегическому для развития курорта значению реализуется в Анапе впервые. Пионерский проспект Джимите-Витязева получит абсолютно новую, современную систему канализирования. Это дорогого стоит. Система канализования в нашем городе построена более 40 лет назад. Она уже своей мощности исчерпала, город развивается ежедневно. И уже существующая канализация не может пропустить тот объем стоков, что мы имеем. С учетом развивающегося особенности Ловитязева, в федеральную программу удалось включить строительство нового коллектора по Пионерскому проспекту протяженностью 10,6 километров, стоимостью 499 миллионов рублей. Средства выделяются только с федерального и краевого бюджета. Местный бюджет не несет вообще никаких затрат. Следующий этап большого проекта развития инженерных сетей – строительство нового водовода. Начнется оно в 2016 году. Станица Гостогаевская растет. Число школьников из года в год растет. В средней школе номер 15 и в основной – 31 школе. Сюда приезжают учиться и ребята из окрестных, дачных поселков. Родители ребят обратились к городским властям решить вопрос с подвозом школьников до места учебы. Новый учебный год для учащихся и педагогов начался с приятного. Поручение главы города выполнено. Весело преодолевая спуски и подъемы из самых дальних уголков сельского округа, школьный автобус везет ребят на занятия. Необходимость в запуске нового маршрута, который бы осуществлял подвоз детишек, это было нам очень нужно и необходимо. Поэтому с 28 сентября было принято решение управлением образованием совместно с ХЭК, и был разработан новый маршрут, и теперь наши ребята не опаздывают в школу. Ребята уже успели оценить преимущества школьного автобуса. Ведь маршрутные автобусы ездят с получасовым интервалом, да и попасть туда непросто. Взрослые спешат на работу. Родителям стало легче, спокойнее, они знают, что я приеду вовремя домой. Иначе мне приходилось ездить на обыкновенной автобусе, на маршрутном, получается, на 132-м, и приходилось платить. Родители благодарны городским властям за решение важного вопроса безопасности их детей. Мы переехали сюда недавно, и получается, что доставка в школу и обратно из школы ребенка, это было для нас большой проблемой. Сейчас, когда автобус появился, я знаю, что у меня ребенок спокойно сел, уехал в школу, он в безопасности, он под присмотром. У водителя Николая Бойко забот прибавилось. Ведь работает он теперь на две станичные школы. Нужно успеть привезти и развести по домам первую и вторую смену. Мест в автобусе немного, но лиха беда начала. Преподаватели и школьники не теряют надежды, что в скором времени у них появится свой собственный транспорт. А пока и этому рады. В селе Рассвет Гайкадзорского сельского округа завершается капитальный ремонт Дома культуры. Долгожданное событие для местных жителей, просьбу которых услышал глава НАПО Сергей Сергеев и дал обещание помочь с финансированием. Капитальный ремонт здания начали после того, как жители Рассвета обратились к главе курорта со своей проблемой. Дом культуры находился в плачевном состоянии. Сергей Сергеев обещание помочь держал. Первым делом был выполнен внутренний ремонт. Преобразился просторный зрительный зал, библиотека, костюмерная. Капитального ремонта давным-давно не было сделано. Но там были разбитые потолки, стены и полы. И как бы вид был, ну понятно, если долго нет ремонта. И вот благодаря настойчивости мэра и его контроль нам теперь вот закончили полностью ремонт Дома культуры, который соответствует, я считаю, европейским стандартам. Если кто бы видел раньше состояние этого Дома культуры и сейчас, вы бы убедились в большой разнице. Сейчас завершаются отделочные работы фасада. Здание утеплили, покрыли караедом, остались последние штрихи. Отделка цоколя плиткой и навести лоск. Причем даже маленькие ребятишки охотно помогают. Дом культуры в рассвете никогда не пустует. Здесь собираются молодежь и люди старшего поколения. Пообщаться, в лото поиграть. Обещают вокруг здания разбить цветник. Обновленное здание для селян стало настоящей гордостью. Преподаватели детской и художественной школы подготовили выставку картин. В восторге, прежде всего, ученики. Это своеобразный мастер-класс для них, яркий и наглядный. От масла до акварели, от натюрмортов и декоративных работ. Преподаватели старались показать всю многогранность художественного искусства. Живые и насыщенные краски картин отражают глубину внутреннего мира и восприятия жизни. В нашей школе представлены работы педагогов нашей художественной школы в разных техниках, в разных жанрах. То, с чем мы знакомим наших детей в течение всего обучения нашей художественной школы. А там идут как академические работы, творческие работы. Если это живопись, да, свободное письмо. И также есть декоративные работы. Ирина Горбачева уже много лет работает с юными художниками. Она гармонично сочетает в себе таланты художника и преподавателя. Ирина Васильевна все объясняет подробно, показывает, когда мы что-то не понимаем, исправляет ошибки. В своих работах профессионалы стремились показать начинающим художникам разнообразие техник. Наталья Низенко представила на выставке две свои работы, над которыми она трудилась не один месяц. Вкусная картина «Натюрморт с арбузом» сразу привлекает внимание зрителя и переносит в лето. Такая выставка позволяет ученику увидеть творческое лицо своего учителя, считает Наталья. Дети очень интересно реагируют. Они говорят, когда же мы так научимся рисовать. То есть мы будем учиться, пока не добьемся того, чтобы у нас были такие же картины. Оценить мастерство метров изобразительного искусства может каждый желающий. Выставка будет работать до конца октября в детской художественной школе по адресу улица Крымская, 179. Завершит выпуск прогноз погоды. В пятницу 9 октября в Анапе ясно без осадков. Температура воздуха днем плюс 9-12 градусов. Ночью до 9 градусов тепла. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 18 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Партнер программы новости – магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых модная школа», в которой можно подобрать красивую и качественную одежду для школьных будней и праздников. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. «Доступные квартиры» в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Школьная форма может быть яркой, модной и стильной. И самое главное – удобной. Приобрести эффектную и недорогую школьную форму, деловую и повседневную одежду для детей и взрослых можно в магазине «Модная школа». Настоящий шик модной классики, европейский стиль, эксклюзивные аксессуары, молодежные тренды. Анапа, улица Новороссийская, 281. Анапа, улица Новороссийская, 281.